Друзья, приветствую всех! По многочисленным просьбам вашим, именно, решил выложить ещё одну часть сборки преобразователя напряжения. Я, если честно, не собирался вот такую недоделанную версию выкладывать, но поскольку у вас много, и выполняю именно ваши просьбы, чтобы тема, вернее, не остыла. Так, что сделано за этот период? Дело в том, что вот сделано немногое, связано это с тем, что Новый год скоро, и люди всё часто заказывают те или иные конструкции, иными словами, заказов большое количество, очень большое. Но параллельно работаю, именно заказы делаю не последовательным, а параллельным именно образом, то есть одновременно работаю во многих направлениях. За этот период был намотан ещё один трансформатор, точнее, первичная обмотка. Точно те же параметры имеет этот трансформатор, что и вот первый. Первый трансформатор уже полностью готов, протестирован и отдаёт на выходе, то есть на вторичной обмотке у нас напряжение где-то 230 В, что чётко в пределах нормы. Опять же, все выводы через термоусадку, ещё такие вот крепежи имеются. И вот тут ещё один отвод имеется у меня, просто дело в том, что обмотка была потом домотана до уровня 230 В. Изначально там транс отдавал где-то 210 В. Ну, собственно, всё остальное вы видели, этот трансформатор уже полностью в готовом состоянии. Насчёт платы, начальная плата, то есть плата, на которой будет переделываться от китайского инвертора, полностью готова и вот занимаюсь этой платой, которую протравил. Установлены вот 5 пар полевых транзисторов ИРФ-3205, то есть это у нас один блок. Тут будет 3 таких блока, то есть 30 транзисторов указанного типа. Сейчас, я думаю, над вопросом размещения радиаторов корпус, хотя полностью уже, не полностью, вернее, а просто проект есть, все компоненты есть для корпуса. Так, обратите внимание, что силовые выводы транзисторов, то есть центральный силовой вывод, не запаян на плату, просто они будут параллельно подключаться и дальше к силовой обмотке трансформатора. Так, и, конечно же, сами транзисторы все будут лепиться на один теплоотвод. С обратной стороны у нас дорожки. Дорожки только дополнительно усилённые. Тут провод 6,5 квадратов идёт. Это, кстати, не общий, то есть вот эти оголённые провода, каждые 6,5 квадратов провода земля, то есть минуса, питание. Ещё будут отдельные. То есть клеммам основным силовым будут крепиться раз, два, три, четыре провода по 6,5 квадрата, то есть где-то 20 с чем-то там 24 квадрата, 24, 25, 26 там. Этого вполне достаточно для указанной мощности. Напомню, что потреблять схема будет от источника питания где-то в 300, с учётом КБД где-то 350 ампер за час, если инвертор максимально нагрузить. Так, вот так всё это выглядит, то есть силовые провода, силовые выводы, дополнительно те дорожки, которые идут к транзисторам, тоже пролудил, но нет дополнительного провода под ним, то есть фольга и слой олова довольно толстый. Плюсовой, то есть вот эта центральная шина у нас, центральная фольга тоже будет дополнительно усилена с помощью таких же проводков, скорее всего, основные контакты, то есть отплаты к основным контактам на корпусе будут идти несколько проводов плюс, несколько там минус, суммарно уже сказал где-то 26 квадрат, отдельный плюс и минус то же самое. Что остаётся дальше добавить? Ну, стараюсь, конечно же, как можно быстрее завершать все заказы, но не удаётся, поскольку накапливается с каждым днём, хотя, думаю, вовремя все получат свои заказы, как и было обещано, ну, небольшие задержки, там пару дней, конечно же, будут, связанные с Новым годом, да и вообще с почтой, поскольку сейчас как-то посылки, думаю, долго будут идти, хотя все, как право, получают от 12 до 25 дней максимальный срок почты первым классом. На этом, друзья, всё. Конечно же, это ещё незавершённая версия, то есть будут ещё ролики про эту тему. Как только я закреплю все трансформаторы на нашу плату, сделаем небольшой тест-драйв, то есть подключу к выпрямителям, а, кстати, ещё блок выпрямителей тоже отдельно собран, но где-то у меня тут валяется, не знаю где, если честно, найду тоже. В следующем, вернее, видеоролике будет и показан блок с выпрямителями и конденсаторами высокого напряжения, да, то есть блок выпрямления 230 вольт. Друзья, на этом всё. Не забывайте подписаться на мой канал, и те, кто хочет видеть продолжение данного цикла, обязательно пальцы вверх, и не забывайте, конечно же, посещать наши сайты. Если у вас появляются дополнительные вопросы, то прошу писать мне на электронную почту, которая указана в описании всех роликов. На этом, друзья, всё. До новых встреч. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока.